Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие радиослушатели, и то время суток, в которое вы нас слушаете, если вы нас слушаете в записи. Но сегодня мы в прямом эфире. Мы, это, во-первых, доктор Александр Болотников. Я очень рад видеть вас. Добрый день, как ваше настроение? Ну, весеннее, в этом дождливом Портленде с нетерпением ожидаю, когда, наконец, закончится сезон дождей. О, да. Но это еще, наверное, не скоро, это еще будет летом. Обычно старожилы говорят так, что наступит время, когда солнце победит дождь. Что-то мне это наталкивает на какие-то вот языческие различные предпосылки, чтобы солнце побеждает дождь. Солнце, кстати, побеждает. Это как бы праздник непобедимого солнца. Вот что-то мне вот подсказывает тему нашей сегодняшней передачи. Есть здесь что-то такое, есть в этом всем. Да. Дело в том, что мы перелистываем календарь немного вперед на следующий месяц и видим там такое интересное слово «ИСТАР». Вы знаете, вообще, Бог миловал русский язык. По какой причине? Там свои тонкости. Но Бог миловал русский язык от этого германского слова «ИСТАР». Потому что в русском языке, оказывается, есть арамейское слово «ПАСХА». Это слово арамейское. А на иврите оно звучит как «ПЕЙСАХ». Ну, арамейский иврит – это как русский и украинский, вот что-то в этом роде. Поэтому здесь есть определенные сходства. Но поэтому, допустим, когда... Тут есть и плюс, и минус. Плюс заключается в том, что слово «ПАСХА» однозначно отправляет нас в Библию, чтобы там разузнать, а что, собственно, такое «ПАСХА». Да, и что значит это слово. Да, и что значит это слово. А вот в английском языке я американцам должен целый час вдалбливать, что слова «ИСТАР» в Библии нет, а что «ПАСОВР» – это не только еврейское. Это не относится к еврейскому. Поэтому хорошо, что у нас передача идет на русском языке, и мы, в принципе, можем говорить о слове «ПАСХА». Да. Дорогие друзья, сегодня в нашей программе занимательная библеистика. Доктор Александр Болотников расскажет о том, чем отличается ПАСХА от ИСТАР, что мы празднуем, как празднуем, почему. И впереди у нас две или, может быть, даже три передачи, посвященные этой важной теме. И, конечно, для христиан слово «ПАСХА» вот в русском языке очень многое значит. Если нет этого праздника в нашем календаре, то значит, Христос не воскрес из мертвых, и наша вера тщетна. Поэтому этот праздник имеет кардинальное значение. Но он также имеет кардинальное значение и для евреев, для иудеев, потому что с этого месяца, который мы уже начали, этот месяц Ниса, начинается религиозный еврейский календарь, и именно этот первый месяц является первым месяцем года еврейского. Но, кроме того, это вывод еврейского народа из египетского рабства. И очень много интересного в этом есть. Очень много интересного, кто вышел вместе с евреями, как это все происходило, и почему дальше события развивались так же именно на этот день. Вот сегодня и в следующих передачах мы постараемся осветить эту тему. Вот вы знаете, Андрей, вы затронули очень интересный момент, когда вы сказали о Пасхе и о ее связи с воскресением Христа. И тут же заговорили о Пасхе для евреев. И я не могу не вспомнить этот анекдот. Идет еврей по Бердичеву в православную Пасху, а ему все выходят из местной православной церкви, идут по центральной улице, и ему говорят, «Христос воскрес!» Он отвечает, «Спасибо, Христос воскрес!» А он отвечает, «Спасибо, третий человек, Христос воскрес!» Он отвечает, «Спасибо, меня уже проинформировали!» Браво! Ваши анекдоты как нельзя более кстати. Но, кстати говоря... Надо их записывать. Я вот думаю, надо специально создать мне книжечку и записывать все вот эти изречения. Очень интересно. Ну, уже будет на камере. Ну, да, что вы... Это уже закончилось. Это уже достояние истории. Да, 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 да. Когда это самое... Писали тогда ручкой, говорили, «Напишешь пером, не вырубишь топором». А вырубят. А вот это уже... Все. То, что вышло в интернет у Гугла, вот это уже топором. Точно. Дорогие друзья, вы можете нас не только слушать, но и смотреть на Facebook Live, на сайте Slavik Community Center of Northwest и также на радио Slavik Family 1130M. И сегодня мы говорим о Пасхе, Пасовере, Истере. Почему так много слов? Пасха, Пасовер, Истер. Неужели нельзя было хоть одно единственное слово подобрать, такое сделать интернационально, международное, чтобы никого это не задевало? А тут получается три сразу слова, три сразу значения разных появляются. Ну, давайте мы оставим сначала про Истер. Хорошо. Это английский язык. Пасовер, это тоже может быть кому-то непонятно. А вот слово Пасха у нас в Библии универсальное. И вот то, что вы затронули, Пасха для христиан, Пасха для евреев, есть ли разница? Давайте посмотрим, что Библия говорит. Потому что я вот, если мы открываем, самое первое слово Пасха встречается книга Исход, двенадцатая глава. И вот здесь, значит, речь идет, вот вы уже упоминали, что месяц Авив. Авив это, кстати, на современном иврите весна. И, кстати говоря, правильно. Вот в прошлом году Пейсах был под конец апреля. Я еще такого в Израиле погоды первого апреля не видел. Мы были с тургруппой, то ли 30 марта, первое апреля. В Иерусалиме шел холоднючий дождь со штормовым ветром. Да. Дело в том, что если мы говорим о временах года, то они, в общем-то, меняются согласно лунному календарю. Поэтому у нас в Киеве, я помню, моя теща, которая к еврейству никогда никакого отношения не имела, вот, но она заядливая дачница, и у нее была газета Фазенда. И там в этой газете опубликовались времена посадки всякого рода культур. Да. И эти времена совпадали с началом весны, согласно библейскому, лунному, или, как в простонародье говорят, еврейскому календарю. Интересно. То есть, получается, что он прям точно совпадает. Я уже слышал о том, что действительно, ну, как бы вот такое люди замечали, но я думал, что это, ну, может быть, совпадение, а получается, что это не совпадение. Да, вот смотрите, какая ситуация. Вот еврейский год, ну, тут же, если мы говорим астрономия, забудем еврейский, библия, что угодно, астрономия это, ну, факты упрямая вещь. То есть, год это период вращения Земли вокруг Солнца. Да. Месяц это в принципе, по определению, это период вращения Луны вокруг Земли. Окей. Мы говорим, в году 12 месяцев. Ну, да, но оно не совсем так, потому что за время, пока Земля обойдет по орбите вокруг Солнца, точно 12 раз Луна вокруг Земли не проходит. Чуть больше времени надо. Получается рассинхронизация. Эта рассинхронизация решается разными путями. В римском календаре, которым мы сейчас пользуемся, Григорианский на его основе, у нас месяцы чередуются 30, 31, 30, 31. Ну, да, и плюс високосный. И високосный год. И тогда только мы добиваемся, что у нас Луна от Земли по орбите вокруг Солнца не отстает. А в библейские времена было не так. В библейские времена добавляется 7 раз за 19 лет, по еврейскому календарю, дополнительный месяц. Это происходит месяц Адар. То есть Адар – это очень такой важный месяц, в том плане, что он последний месяц года, исходя из книгой «Исход» 12 глава. Потому что Ниссан или Авид – это весна, то есть это первый месяц. Адар – это последний месяц. Так вот, естественно, в Израиле нет там снежной зимы, там за исключением горы Хермон. Вот, соответственно, там посевы, да, посевы ячменя. Вот по ним и решают, как идет весна. То есть фактически во времена храма, во времена Синедриона, календарь выставлялся, будем так говорить, в ручном режиме. Нужно было членам Синедриона выйти на поля. Это делалось в 11-й месяц. Месяц Шват. 15-е Швата – это его называют по-еврейски «Тубишват». Это реально 15-е Швата, то есть полнолуние. Выходили раввины и члены Синедриона на поля проверять ячменные всходы. И если ячменные всходы не всходили достаточно, то тогда издавался декрет о установке 13-го месяца. Почему? Потому что если мы посмотрим по книге «Левит» 23-я глава, то у нас сразу же за праздником Пейсах следует такой праздник, называется «Потрясание первого снопа». Если этот 13-й месяц вовремя не поставить, а справить Пейсах в полнолуние месяца Ниссан и потом попытаться начать урожай, а оно не выросло, то же понимаешь? Праздника не получится. Ну там дальше же, если опять посмотреть «Левит» 23-я, вот от этого снопа первого надо 50 дней отсчитать. Да, чтобы был шивот, да. И будет шивот, а шивот – это окончание сбора пшеницы. То есть, если не выставить 13-й месяц, то слетает весь календарь, он просто слетит. Интересно, Александр, то есть получается, что там выставляют, вот в прошлом году, как вы выставили месяц Адар был в прошлом году, но их было два, два месяца Адар. Да-да-да, вот. Их выставляют не каждые 4 года, а именно тогда, когда решают старейшины, получается, да, в Израиле? Это мы говорим о ситуации 2000 лет назад. А, окей, окей. Потому что Израиль жил на земле. Окей. Тогда еще была Иудея, тогда еще были свои поля. Ну, естественно, разрушение второго храма, другие печальные события, которые начали происходить после этого, которые фактически большинство, в результате которых большинство евреев оказалось в диаспоре, они свою лепту внесли в это. То есть, когда составлялся Вавилонский Талмуд в 5 веке, была принята такая усредненная формула, которая пользуется и по сей день. Она, в принципе, работает. Ну, не всегда точно, потому что, опять же, в ручном режиме тут видно, когда зима и когда надо поставить весну. Очень интересно. А вот в автоматическом иногда может и не сработать. Но в прошлом году, мы видим, оно сработало. То есть, зима была поздняя, потеплела чуть ли не в середине мая. Я очень надеюсь, что в этом году оно тоже сработает. И Пейсах начинается 11 апреля. И после Пейсаха обычно тепло. Интересно, ведь вот сейчас, вот мы и в прошлом году, и в позапрошлом обсуждают такую интересную проблематику. Вот есть такие субботические церкви. Вы знаете, их очень много. Очень сильные верующие, очень уважаемые пасторы, замечательные церкви. И единственная такая непонятка, которая происходит, это вот по какому календарю они выставляют свои праздники. Потому что он чуть-чуть не совпадает с еврейским календарем. То есть, буквально пару дней вот такое бывает. Я спрашивал, а что, собственно, здесь происходит? Говорят, я смотрю, вот луна. Когда полнолуние, значит, все. То есть, идет ориентация чисто по луне, насколько мне они объяснили. Я так полагаю, что, наверное, не только луна, но тем не менее. Правда ли, что еврейский календарь, он все-таки лунно-солнечный? Он не просто лунный, как у мусульман, а луна-солнечный, что все-таки надо опираться еще на какие-то другие факторы, да, вот здесь. Ну, дело в том, что действительно, библейский календарь. То есть, я не буду касаться еврейского календаря. Так. Я уже сказал его отличие. Еврейский календарь был установлен в 5-6 веке при написании Вавилонского Талмуда, когда не было возможности прийти на поля в Иудеи и посмотреть там состояние ячменных всходов. То есть, поэтому это была разработана такая автоматическая формула. Это еврейский календарь. Библейский календарь, он был немножечко как бы другим, и, как я говорил, там, значит, был этап, когда, ну, можно было отследить. То есть, и поэтому он был немножечко другим. Но он однозначно лунно-солнечный. Почему? Книга Бытия, первая глава, говорит, что на четвертый день Бог поставил три вида светил. Светило первое для управления днем. Это солнце. Да. Светило второе для управления ночью. Для управления месяцами, знамениями, и светило третье, это луна. И светило третье, это звезды для управления годами. Смотрите, так оно и есть. Если мы говорим о годе, то есть, как я могу знать, сидя здесь, в городе Портланде, я не помню, какая это широта и долгота, но я нахожусь... Честно говоря, тоже не помню, но это не важно. Ну, кстати, глобус стоит у нас там, ну, не будем его брать сейчас. Вот, для радиослушателей это все равно ничего не изменит. Но мы находимся на вращающемся, на вращающемся шаре. Этот шар вращается в трех направлениях. Он сначала вращается вокруг своей оси, потом его совершает прецессию, благодаря чему у нас меняются сезоны, а потом еще оно движется, вот это все, что вращается и прецессирует, движется в пространстве вокруг Солнца. Как я при этом могу увидеть, что это моя, это Земля, которая так движется вокруг своей оси, еще и прошла полный оборот вокруг Солнца. Единственный способ это звезды. Поэтому у нас есть созвездия и еще древние, что египтяне, что авилоняне, они увидели ли определенный рисунок звезды на небе, вот этот звездный рисунок, он периодичностью повторялся. Да, да. Ну и, соответственно, люди как бы поняли, что вот это год, то есть так Бог установил. Теперь возьмем, например, день, да, тут Солнце, Солнце зашло, вот тут уже мое нахождение на вращающейся Земле дает мне возможность иметь Солнце как ориентир. То есть день, Солнце зашло, Солнце зашло, Солнце опять зашло. Был вечер, было утро, день первый. Да. Бог нам установил. Соответственно, когда у нас, например, идет неделя, да, заповедь номер семь говорит, шесть дней работы, а седьмой день суббота. День покоя. Да, кстати говоря, практически неделя у нас ничем не отличается от дня. Мы просто шесть раз смотрим на цикл заходов и восходов. Вот вам и неделя. Да. И на седьмой день мы понимаем, что это Шаббат. Да. А вот месяц, это Луна. Да. И вот поэтому у нас библейский календарь, он лунно-солнечный. То есть, Шаббат, например, он зависит из... Его меряют по дням, по Солнцу, а не по Луне. Да. А, допустим, от когда праздники, то нам нужен и Солнце, и Луна, потому что, например, тот же Пейсах, это четырнадцатый день первого месяца. То есть, нам нужно первый день, так, это фаза Новолуния, и потом четырнадцать дней отсчитать, будет полнолуния, вот это Пейсах. Александр, а вот скажите, пожалуйста, насколько современный вот еврейский календарь, который вот у вас, у меня висит на стене, в Лернинг-центре, в нашем шалом тоже висит на стене, насколько он отличается, вот этот календарь, от библейского календаря? Это одно и то же, или все-таки какая-то разница есть вот на данный момент? Смотрите, есть две разницы. Ну, а первое я уже сказал. Да. Древние времена, то есть, принцип еврейского календаря не поменялся. Да. двенадцать месяцев начинается, ну, будем так говорить, то, что мы имеем сегодня, если вы пойдете просто, купите на веб-сайте, откроете на этом, на компьютере еврейский календарь, вы увидите его гражданскую версию. гражданская версия календаря выставляет Новый год, это Рожа Шана. Это Рожа Шана. Да, да. То есть... Осенью. Это осенью. Почему? Потому что с этого момента по тогдашним международным стандартам начинал отсчитываться годы правления того или иного царя. А в то время это была важная единица синхронизации. Понятно, понятно. Вот, поэтому Рожа Шана, хотя у нас в Библии слова Рожа Шана нет, но это голова года и так далее, в Библии просто это называется первый день седьмого месяца. Да, но это не считается, вот многие говорят Новый год, но на самом деле это не Новый год, а голова года. Да, да. Но опять же, это не библейский термин. Когда вы откроете еврейский календарь, он начнется с месяца Тишри, который согласно религиозному календарю библейскому является седьмым месяцем. То есть, как бы евреи это понимают, поэтому есть религиозный календарь, есть гражданский календарь. Да. Александр, ну вот я помню, что когда мы Пасху отмечали вот два, по-моему, года назад, или три, нет, три года тому назад, тут в местное общение, то все обратили внимание, что полнолуние произошло раньше, то есть на день, на сутки раньше. Да. Это правильно. Это вот что? Это правильно, потому что, когда мы имеем дело с Солнцем, то Солнцу, Луна, Солнцу, Земля, прокручиваясь вокруг своей ци и процесируя, подставляется равномерно. Когда мы говорим о Луне, то Луна, она вращается вокруг Земли. И поэтому, как мы видим фазу Луны в разных географических точках, у нас фаза Луны будет отличаться. И поэтому выставление месяца идет по Израилю. Почему этого в Библии не отражено? Потому что в Библии все должны были жить в Израиле. А когда после разрушения первого храма народ пошел в Вавилонский плен, оттуда огромная часть евреев и не вернулась, потом Еремия описывает, как часть остального народа, испугавшись Новохудоносора, там было восстание против губернатора Гадолии, ушла в Египет. То есть образовалась диаспора. Тогда, но в чем интересно? То есть образовались эти диаспоры, но они хотят поклоняться Богу, но тут-то у них и проблемка. Проблемка заключается, смотрят они по Новолунию, по Полнолунию, выходит одно, а в Иерусалиме совершенно другое. Что делают раввины? Они вводят, и сегодня ортодоксальный иудаизм говорит о том, что надо иметь два дня. То есть в ортодоксальном иудаизме нерабочими днями является два. Первый день Пейсаха, второй день Пейсаха. Для людей, которые находятся в диаспоре, в России. Да, да. Для Израиля нет. Для Израиля раз, полнолуние увидел, все. Почему? То есть это не для того, чтобы люди не забывали Родину-Мать, а для того, чтобы, то есть не просто, чтобы чтили, а потому, чтобы календарь как бы вот соответствовал то место, где находится, на всякий случай. Ну да, ну да. То есть здесь вот таким вот образом. Интересно. Очень интересно. Вот, и поэтому здесь, как говорится, к большому сожалению, что я замечаю у многих верующих, субботствующих, это немножко отсутствие знания, вот именно иудаизма в полном объеме, чтобы понимать, почему евреи так, почему евреи не так. Я знаю, что некоторые, особенно американцы, что-то такое увидели, что евреям не так, как им кажется, по Библии, и давай гнать. О, раввины такие, раввины сякие. Не, раввины не во всем правы, конечно, но когда они в чем-то не правы, в этом есть определенная глубокая, богословская причина. Но, сказать, что раввины где-то чего-то в Библии просмотрели, э-э. Если они чего-то не делают, а в Библии она есть, в этом есть причина, и они про нее знают. Это я за многие годы обучения в еврейском учебном заведении очень хорошо понял. Поэтому соглашаться с раввинами по всем вопросам нет, но считать их дураками глупо. Здорово, браво. Ну и я думаю, что наши субботические братья, они ни в чем не согрешили, если у них как-то не очень совпадает все. Ну, смотрите, Андрей, возьмем, например, так. И здесь, конечно же, вопрос уже новозаветного подхода. Так. Нам в никоем случае нельзя сбрасывать со счетов, например, то, что говорит Павел. Вот я сейчас открою послание к римлянам. Это римлянам четырнадцатая глава. Это написано так. Вот сейчас одну секундочку я открою. Здесь написано, конечно, я синодальный сейчас прочту, есть там некоторые тонкости, которые я укажу. Но вот смотрите, написано так в пятом стихе. А иной отличает день ото дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению ума своего. Кто различает дни, для Господа различает, кто не различает дней, для Господа не различает. То, что касается вопросов именно различения дней. Вот это слово различать и судит часто у нас не до конца понимается, потому что в русском языке судит и рассуждает зачастую является синонимичным. На самом же деле слово судит здесь имеет конкретное судебное значение. Что я... Джаджмент, да? Не-не. Дин. 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 Это судебный орган любой общины. Дин решает вопросы. Так вот, вопрос установления нового месяца, то есть это существенный вопрос, он решался судебным порядком. Каким образом? Надо было в Иерусалиме должны были отследить новую луну. Те, кто отслеживал и два свидетеля должна быть, которые увидели новую луну, должны были непременно прибежать в синодрион и доложить об этом. Как только два свидетеля нормальные, квалифицированные, то есть докладывают, что они видят новую луну, соответственно, синодрион дает команду, был на горе Иллионской такой, зажигался факел и трубился в шафар. Звук слышался, подхватывался и таким образом вся Иудея и Галилея могли знать, что наступил новый месяц. Вот так это опять же вручную управляется. Понятно. То есть система никакой не было, просто чисто ручную. Это вручную. А почему? Смотрите, почему. Окей, возьмем фазу луны. Сегодня я могу увидеть на любой астрономической часы, там вот даже такой смарт-вотч фазу луны покажет мне. Извините, когда наступила новая луна? Когда у меня уже 6 утра? Если это 6 утра новая луна, к моменту захода солнца, если это у меня лето, я эту новую луну могу и уже не увидеть. То есть здесь играет очень важную такую роль вот этот вот момент. то есть когда и это раввины понимают. Поэтому происходят определенные усреднения. Поэтому я с улыбкой смотрю на некоторых братьев, которые настаивают на особой астрономической точности. Ну, понятно, что сейчас по компьютеру ее можно вычислить. но проблема в том, что тогда компьютеров не было. И когда некоторые братья начинают смеяться над раввинами, говорить, что они что-то там не знают, ну, это они не знают. На том уровне, на уровне того, что можно было сделать, это было нормально. В глаза, то есть понимаете, в чем проблема? Я почему это перехожу? Тут вопрос именно, что братья, ну, будем так говорить, христиане, которые хотят угодить Богу, ставят этот вопрос, ну, что ли, на уровень вопроса спасения. То есть, если ты не определишь, когда у тебя полная луна, ты будешь гореть в огне, озеро огня, ну, это же не серьезно. Ну, Очень интересно, вот, мы такое сделали вступительную программу сегодня, вот, но я надеюсь, немножко подвинемся дальше, но насколько принципиально это судить вам, дорогие друзья, но я думаю, что мы сейчас ответили на многие очень вопросы, которые задают наши слушатели, и после прошлой передачи, и вообще, мы получали письма и текстовые сообщения именно по этому поводу. Ну, и кроме того, я думаю, что все помнят о кроваво-красной луне, которую видели вот и в прошлом году, и позапрошлом году, и даже подряд, там, в каком-то году подряд была кроваво-красная луна, и все думали, ну, вот, сейчас начинаются беды на Израиль, там, типа, сейчас в Израиле что-то будет происходить, но проблема в том, интересно, что многие не заметили самого главного, что в Израиле никакой красной, кровавой, красной луны не было. Эта кровавая красная луна была только в Соединенных Штатах, ну, и в части Западной Европы, что интересно. Поэтому это с Израилем-то особо, наверное, не связано. Ну, да, это вот, я не знаю, это в Пуялопе есть церковь, вот эта вот мессианская община, я не помню, как зовут этого проповедника, который, я не уверен, еврей он или не еврей, но он на фуроре этих кроваво-красных лун, меня просто иногда, вот что меня удивляет на нашем Северо-Западе, я в разных местах в Соединенных Штатах жил, вот, я нахожу, что жители Северо-Западного, они не зашоренные люди. Мне нравится здесь работать, общаться, обсуждать Библию, потому что я бы жил на Среднем Западе, в Огайе, на Медвесте, там все все знают, никому ничего не интересно. да, 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 это, 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 это сложно, я, я на юге был, на юге, там уже все понятно, там, ты ли спасен, или не спасен, ты покаялся, и дальше ничего не надо, да, да, то есть все остальное, это слишком, здесь люди, как говорится, стремятся к познанию, это мне нравится, потому что мне жизнь здесь нравится, но иногда я скажу, из-за того, что, вот, по сравнению, допустим, с северо-востоком, где, конечно, все университеты, образование, здесь, конечно, я вижу, университетов намного меньше, и это играет определенную тоже роль, здесь знаний у людей меньше, и вот здесь находятся люди, которые, ну, что ли, манипулируют этим недостатком знания, ну, я бы сказал, даже где-то и в свой карман, поэтому, то, что мы делаем в центре шалом, пытаемся как-то давать образование людям, вот, я вижу в этом свою миссию, я не пытаюсь никого ни в чем убедить, куда-то кого-то обратить, я лично пытаюсь, чтобы люди просто умели, понимали, как добывается знание, откуда они берутся, и, соответственно, чтобы они не становились жертвами каких-то, ну, очередных, ну, я бы так сказал, как по-русски, лохотронцев, лохотронцев, да, да, здорово, 15 минут впереди у нас еще остается, я думаю, мы сейчас быстренько двигаемся вперед и закончим, как все на самом интересном, итак, впереди у нас две программы о Пасхе, может, даже три программы, и сегодня мы уже определились о том, когда возникает Пасха, то есть мы поговорили о календарях, а теперь мы хотим поговорить больше о том, что же произошло, и потихонечку двигаемся именно вот в те стародавшие времена, когда все это и началось, и когда был установлен первый месяц года, и когда произошли вот эти события, о которых сейчас уже многие вспоминают, как и иудеи, так и христиане. Вот здесь очень важно, что заметили, да, иудеи и христиане, потому что что такое первый месяц, мы поговорили, почему мы говорим об этом первом месяце, дальше сказано, скажите всему обществу сынов Израиля, десятый день месяца сего, да, пусть возьмут в себя каждый одного агнца по семействам, да, дальше сказано в пятом стихе, агнец должен у вас быть без порока, однолетний, возьмите его из овец и из коз, пусть он у вас хранится до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского между вечерами, так буквально, вот, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей, где будут есть, пусть едят мясо его сию самую ночь, из печеная на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть едят его одиннадцатый тех, самое главное, ешьте же его так, пусть чесла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. Это что это? Агнец! То есть, Пасха это не праздник, Пасха это не день, согласно тому, что мы прочитали, Пасха, ее изначальное значение, это Агнец. То есть, это Агнец, которого нужно было заколоть, с какой целью, двенадцатый стих говорит, а я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца, от человека до скота, и над египетскими богами произведу суд, я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь и пройду мимо. Пас-овер. Пас-овер по-английски. Пасах. Проходить мимо. Это специальный глагол. Пасах. Отсюда Пейсах. Ла Адонай звучит на иврите. То есть, Агнец это, то есть, заклонный Агнец с кровью, помазанной на косяках дверей, это то, что, то в результате чего ангел-губитель проходил мимо этого дома. То есть, тут как бы идет от негатива. Бог сказал, всех первенцев уничтожат. Но если у тебя будет убит Агнец и будет кровь на косяках дверей, ваш дом я пройду. То есть, Пасха это прохождение мимо. А что является является причиной прохождения мимо кровь заклонного Агнеца. На косяках. То есть, вот это вот, как бы, основа Пасхи. То есть, прежде всего, почему я в самом начале решил немножечко, как говорят нас наидиша, подхохмить на тему воскресения Христова. Потому что Пасха к воскресению никакого отношения в принципе не имеет. И, естественно, сразу же я себе ожидаю, что некоторые радиослушатели встрепенутся и скажут, так это же еврейская Пасха. Но поэтому я приготовил для наших христианских радиослушателей слова апостола Павла. Первая Коринфянам, пятая глава, седьмой текст, где написано, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. То есть, совпадает. Книга Исход говорит нам об Агнце, который в результате, который, будучи закланным, является причиной того, что ангел-губитель, язва губительная, проходит мимо того дома, в котором был заклан Агнец, кстати говоря, не только израильского дома. Книга Исход 12 глава говорит, что вместе с израильтянами много разноплеменного народа вышло. Да, которые впоследствии этого стетельца сотворили. да, это раввины их обвиняют, я не очень с этим согласен. Ну, да. Но суть в том, что это были те египтяне, или кто там еще был в Египте, которые, увидев 9 различных чудес, переходящих в язвы, решил избежать казни, так и послушавшись бога Авраама Исаака Иакова. И когда они послушались и так и закололи Агнца, то, конечно, они вышли, потому что что им оставалось делать? И это говорит нам о том, что очень многие люди, то есть бог не определял и не говорил, что это исключительно для избранных я такую тайну открою, потому что всех остальных я не евреев буду мочить. Нет, у бога такого намерения абсолютно не было, бог сказал, что будет на весь Египет язва губительна. Бог часто использует вот такие вот встрясочки, чтобы у человека задумалось наконец, наконец, буду я выбирать бога или буду я продолжать упорствовать. Но вот те, которые поняли, что надо выбирать бога и прекратили упорствовать, вот они и у них не было язва загубительна, потому что бог обещал не на израильском доме я увижу кровь, а на любом доме, где будет кровь, там я обойду. Да, очень важно, это очень важно. Вот. И метраши многие говорят, что действительно многие вот египтяне то же самое повторяли, они тоже так делали. то есть некоторые искренне, некоторые неискренне, только бог судит сердца, но факт в том, что для них это был звоночек, то есть эти девять чудес переходящих в язвы, потому что там все сильнее, 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 в конце концов заставили людей задуматься о том, кто бог, фараон, который что-то там пытался его маги делать в самом начале или это. Но мы видим здесь, как этот Пасх Господний, то есть этот Агнец, он умирает вместо первенца. Вместо первенца этот Агнец умирает. И, соответственно, то же самое делает Иисус. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Если мы откроем Евангелие от Луки, 22 главу, где у нас идет почасовое описание событий, происходивших в притории, а потом на Голгофе, то мы обнаружим, что момент, когда Иисус вздохнул, вдохнул последний вдох, в этот момент, это было написано около 10-го часа, или как там, 9-го часа, ну, я помню, это надо переводить время на наше, 3 часа, и это, если мы откроем еврейская традиция, которая описана в Мишне, то именно вот в этот час перед шаббатом должно было приносить в храме пасхального агнца, то есть смерть Иисуса на Голгофе и заколание на храмовом жертвеннике пасхального агнца, они совпали. Мы знаем, что как только Иисус умер, происходит землетрясение и завеса в храме разрывается, то есть там было кому видеть, потому что весь народ стоял и ждал у них, там была очередь целая. Мишна об этом рассказывает, что сначала приносился храмовый агнец, а потом народ начал подходить и своих агнцев приносить, приносить, приносить. Там дальше на храмовой горе были расположены эти печи, или как сказать, да, горнила, может быть, так лучше, где агнца сразу зажаривали и ели. Вот, поэтому вот это совпадает, и поэтому Пасха это смерть Иисуса, а не воскресение. Интересно. А воскресение Иисуса происходит на праздник собирания жатвы первого снопа. то есть, неправильно говорить на Пасху и про Пасху Христос воскрес. По Библии мы видим, Павел здесь очень четко показывает, Иоанн говорит, Иоанн Креститель говорит ученикам, это описано в Евангелии, все агнец Божий, который берет на себя грех мира. Павел дальше продолжает этот мысль и говорит, наша Пасха Христос заклан за нас. То есть, вот это библейское понимание слова Пасха. То есть, это выражение Христос воскресе, которое идет из православия, или Христос воскресен, здесь вот есть некоторая разница, или Христос воскрес сам. То есть, говоря эти слова непосредственно на Пасху, это как бы не очень правильная терминология. Ну да, дело в том, что в принципе... ну конечно, он воскрес, понятно, можно говорить обоисственно воскрес, если здесь... Да, мы не отрицаем, да, здесь не надо, чтобы наши радиослушатели и зрители, потому что мы отрицаем факт воскресения Христа. Просто связывать Пасху и воскресение Христа в Библии оно не связано. В Библии воскрес... факт воскресения, само воскресение Христа происходит на день пожинания первого снопа. И вот сноп приносится пред Господом торжественно, потрясается. Израильтяне говорили, отец мой был странствующий арамьянин. Вот это момент, когда... об этом очень красиво описано в книге Второзакония, 25-я глава. И вот именно вот этот вот момент, он как раз является моментом воскресения Иисуса. Друзья, что ж, увы, наше время сегодня подошло вам к концу. Передача занимательной библистики с доктором Александром Волотниковым, к сожалению, сегодня закончилась, но я думаю, что она будет продолжаться на канале slavikfamil.org, а также на фейсбуке, фейсбук лайв, вы можете еще раз пересмотреть, переслушать и понять еще раз переосмыслить то, о чем мы сегодня говорили. Ну и в следующих передачах мы поговорим также, откуда появился это Истер, что же мы празднуем и как нам связать все это. Ну да, вот это как раз Истер с Сандой, вот это, откуда-то интересная история. Вот об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. Александр, большое вам спасибо, очень было сегодня интересно и скажу вам, Христос воскрес! Ну, воистину воскрес, только не в день Пасхи! Амин!